Уверенно держа дротики в руках, участники турнира старались попасть в яблочко и набрать как можно больше очков. Каждый педагог здесь может показать, на что он способен. У меня есть опыт такой, скажем, по стрельбе из винтовок. Поэтому я пошла, думаю, что, наверное, это как-то очень близко и что-то должно получиться. В каждой команде четыре человека. Три участника и представитель. Победители соревнований по стрельболу среди женщин и мужчин уже выявлены. Всего спортсмены примут участие в десяти видах спорта – волейбол, настольный теннис, шахматы и других. Это вообще хорошая традиция. Вот сколько существует наш профсоюз образования, столько существует спортакиады. Что-то улучшаем, изменяем. Но ежегодно обязательно проводятся эти десять видов соревнований в рамках спортакиады. С каждым годом в спортакиаде работников образования становится все больше участников. Причем соревнуются педагоги разного возраста. Самая молодая команда – с гимназией Эврика. Анвар Седыков работает воспитателем группы «Продленного дня». Вместе с учителями математики, русского языка и литературы борются за звание лучших. Среди нас профессионалов в дартсе, конечно же, нет. Мы все любители. Верим в нашу удачу и что у нас все получится. Победители определятся в конце мая на турслете в поселке Школьный. Следующее состязание по волейболу среди женщин пройдут 14 февраля в школе номер 12.